здравствуйте мои рукодельницы мы сегодня будем с вами шить вот такую крысу такую няшечку шоколадную такая она большая получилась хотя они выкройка одинаковые почему-то парень получился худее чем девушка девушка у нас пышечка пампышечка ну видимо из-за материалов которые я использовала вот то есть мы сейчас с вами приступим к ее пошиву вот такая она вот такая вот такая ботинки ссылка на ботинки тоже будет под видео и на выкройку тоже под видео начинаем мои хорошие приступаем сейчас мы с вами дошьем крысу то есть у нас есть мальчик мальчик у нас есть мальчик у нас есть и это будет девочка шоколадочка не люблю шить одинаковые взяла ткань немножко другую она такая ворсистая но тоже трикотажная и вот она такая прям я сшила тело пришила ноги все это есть вот в этом мастер-классе по вот этому мальчику и теперь я хочу одеть девочку для этого я взяла ткань трикотажная ткань прострочила уже вот здесь строчку сделала чтобы мне просто ничего не сны не шить в эфире не строчить и сейчас я ее вот эту вот кофточку одену ее можно в принципе через ноги через уши через ну как как вам удобнее так и одевайте вот так мы ее протягиваем как мы себе одеваем вот тут видите шов сверху идет сейчас мы его сделаем чтобы он шел у нас внутри все то же самое как и у мальчика у него такая же футболочка поэтому я вам просто показываю как я одеваю уже девочку ничего сложного нет может даже еще попроще штаны не надо шить так и здесь чтобы он вот не был таким сейчас вот это вниз вниз потянем вниз вот сюда потянем я ее буду делать без штанишек без трусишек прям вот такая вот будет она футболочки стоять у меня очень сильно тянущийся трикотаж как вы видите так вот так мы сделали да сейчас я еще расправлю здесь конечно же вот таким образом вот вот такой получился у нас топик топик рукава рукава я уже тоже одела у нас будет вот здесь руки висеть мы их потом с вами пришьем займемся юбочкой я взяла ткань подшила ее со всех и сверху и снизу у меня здесь 50 сантиметров и и семь с половиной сантиметров шириной одеваем и у нас сейчас это будет юбочка которую мы вот найдем все середину серединка и здесь серединка просто прикалываем начинаем собирать ой откололась начинаем собирать складочки можно не складочки в общем фантазия ваша вот как хотите можно складочки сделать вот так можно их просто пустить вот такими вот не встречными а вот такими вот так туда 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 главное чтобы материала хватило у меня очень плотная это у меня вельвет плотная ткань поэтому посмотрим что получится еще не знаю что получится но что что-то будем делать со складочками а и еще я сделала вот такую полосочку я хочу сделать вот такие вот наверно крест-накрест сзади будет бретельки лямки их тоже надо будет сделать сейчас в принципе сейчас сделать чтобы вот эти лямки ушли у нас внутрь поэтому я их сейчас пришьем даже можно приколоть просто или приклеить кто-то кто-то мне пишет гневные комментарии что вот мы мучаемся а вы все ну пришиваем а вы все клеем клеем ну мне так удобнее вам удобнее по другому у всех же разны у всех разные разный разные 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 желание да что что делать вот я хочу так сделать вы хотите по-другому сделать у всех по разному все так что вы не перерабатываете что вы перерабатываете перетруждаетесь вы просто так хотите делать вы это делаете никто же вас не заставляет мои хорошие и качество от этого я хочу сказать не страдает вообще нисколько вот абсолютно нисколько вы можете верить во все что хотите я не не последняя инстанция я делаю так как мне нравится так вот так я сейчас приколю и просто потом в юбку зацеплю так вот таким образом вот у меня тут будут вот взяла такую мощную юбку для того чтобы знаете вот показали что сама по себе такая темная мышь и делать для нее что-то такое легенькое ну как-то не по фактуре бы было хотя сейчас по фактуре никто ничего не делать я имею ввиду по ткани сейчас и бархат соединяет с кожей и все 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 что хотите ну так вот так легло так так выбрала ткань берем ниточку конечно желательно темненькую ниточку взять чтобы она сливалась с тканью и начинаем я двойную возьму нитку на правда не плотная и начинаем можно сейчас вот эти так 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 у меня середина ушла сейчас я выровняю вот эти середину найду так закрепочку ставим и с этой вот эту бретельку сюда то есть вот чтобы они были одинаково все симметрично висели вот вот этого нам надо постараться добиться так слезу залезу вот отсюда устрела ниточка тоненькая называется и уйду в тело иголка с ниткой так с этой стороны готова теперь берем находим середину юбки закалываем можно сделать здесь встречные складки наверно верно остановлюсь на таких складках не на встречных делаем узелок и начинаем пришивать пришиваем прям здесь теперь закладываем складку и закрепляем ее да очень-очень толстая ткань толстая при толстая так вот 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 И с тонкой тканью, хочу вам сказать, шьется проще. Тут я уже вместе с бретелькой шью. Как вы поняли, здесь я вот так сделала, чтобы еще руки пришить. Поэтому она так слегка торчит. Бретелька. А вообще, мне кажется, когда человек занимается любимым делом, то ему, вот мне никого критиковать не хочется. Человек делает и делает. Ну и здорово, что он вообще что-то делает. Зачем его критиковать? У каждого своя творческая жила, свой настрой. И когда люди говорят... Нет, я благодарна за то, что говорят, что вот, например, коробки, когда я шила... Ой, шила, делала, клеила. Действительно, потом, когда мне посоветовали, что лучше всего взять прищепки, я очень благодарна была, потому что я действительно не догадалась сразу. И я держала, держала, пока не склеится сам по себе картон. Можно было это все быстрее делать, как я сейчас и делаю. То есть за советы благодарю. Но когда начинают критиковать, неправильно, все не так. Мне кажется, что это очень несчастные люди, которые ищут у других... Ну, вот как-то себя, что ли, поднять на фоне другого. Не знаю. Не знаю, что ищет человек критикующий. Кто чем богат, тем и делится. Знаете, да, наверное, такую пословицу. Так что, мои хорошие, давайте жить дружно, помогать друг другу. Что-то узнаете, я всегда рада, что со мной ссылками даже делитесь тех моментов. Это же здорово, когда мы все вместе. Единство – это класс. Разглагольствую, чтобы не молчать, пока работаю. Такая получилась такая матрешка. Баба на чайнике. Я еще пройдусь, чтобы вот эти... Может, и не пройдусь. В принципе... В принципе... Такая, знаете, мохнатка такая. Не летняя куколка. Не куколка, это крыса. Вариант зимний. Зимней одежды. Так, делаем закрепочку. У меня тут уже нитка заканчивается. Не подрасчитала. Но хватить должно. Если не хватает, то я вот отрезаю нитку, убираю иголку и затягиваю ее. Так, так, так. Теперь возьмем... Возьмем руки. Приложим их. Ох, какая мощная! Мощная куколка такая получилась. Класс! Мощь! Это не куколки миниатюрные. Так. Руки тоже туда засунуваем, чтобы посмотреть. Посмотреть надо вот так вот попробовать. Ух ты! У него тут прям такой горбик такой получился, в принципе. Вот эти мы потом подвинем, когда пришьем. Так, вроде бы ничего, да? Такая гром баба по сравнению с крысом. Такая мощь, мощь, мощь. Так, ладно. Что получилось, то и получилось. Смотрим сбоку. Сбоку. Чтобы рука была сбоку прям пришита. Такое чувство у меня, что брителька съехала. Одна. Одна. Так, вроде ровно. Так, вроде ровно. Вот так. Тоже ровно. Сейчас я посмотрю на нее, когда она стоять будет. Так. В стоящем виде. Такая юбочка загадочная получилась. Я вот думаю, может быть, ее надо было делать без складочек. Без складочек, а просто что-то мне не нравится юбка. Юбка, юбка, юбка. Так-то вроде хорошо. Но вот эти складки, которые сюда смотрят, мне не нравятся. Я их, наверное, тогда сделаю по-другому чуть-чуть. По-другому капельку будем делать. Все это снимаем. Так. Брителька. Если у вас тонкая ткань, то можно так и оставить. Это я сейчас переделаю, потому что ткань толстая и складки смотрятся некрасиво, если они идут вперед. Вот здесь они вперед. Накладно-олеганно. Накладываются друг на друга. Некрасиво. Так. Сейчас заодно поправим бретельки. Сюда и вот сюда. Таким вот образом. Я их тоже сейчас пришью, чтобы они не слетали. Так вот. Они ровненько идут. А здесь тоже ровненько идут. Лишнее отрезаем. Так. Лишнее отрезали. И здесь лишнее отрежу, когда пришью. Так. Надо не отвлекаться от процесса, не разговаривать, а просто шить. Ниточку взяла потолще. И вот здесь я сейчас пришью. И вот здесь я сейчас пришью. Несколькими стежочками. Так вот. Так. И пойду сразу в эту бретельку. И ее пришью. Теперь отрезаем лишнее. Так. Бретельки у нас получились. Ну, теперь давайте дубль 3 сделаем. Дубль 2. Шучу. Шучу, шучу. Так вот. Может этим вверх будет? Наверное, вот этот будет у меня вверх. Сейчас уберу лишние нитки. А он у меня и был вверх. Лишние нитки убираем. И начинаем снова пришивать. Я теперь сделаю по-другому. Теперь по-другому буду. Так. Ставим серединку. Здесь мы тоже находим серединку. И к этой серединке я сейчас от этой серединки вот так сделаю вот такими складочками. Сейчас прям намечу иголочками, чтобы они у меня никуда не делись. Видно, чтобы было. Надо было в первый раз так и сделать. А то не видно было, как получится. Складки теперь идут назад. И они лучше смотрятся спереди. И с этой стороны точно так же. Нитки. Так. Тут даже можно их стянуть немножко, чтобы она не такая была упитанная. Хорошо питается крыса. Так. Вот так. Вот. Вот сейчас юбочка намного лучше. Да? Скажите, жеть. Вот. И сюда руки сделаем. Все. Вот таким вот макаром мы сейчас ее пришьем. Пум-пум-пум. Парам-пам-пам. Я возьму, наверное, ниточку. Иголочку подлиннее. И ниточку поплотнее. Вот такую. Двойную сделаю. Ее тянуть будет не страшно. она не порвется. Шелковая. Шелковая ниточка. Делаем узелок. И начинаем. Снова начинаем. Так. очень туго идет. Где-то на перстучек был. Чтобы не было стежков видно здесь, спереди, с лица, делаем прям маленький-маленький стежочек рядышком. Вот здесь рядышком маленький-маленький. Вот так вот идем потихонечку продвигаемся. Эх, как туго. Не представляете, как туго. так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Продолжение следует... Продолжение следует... Мучаем мы ее капитально. Больше не буду брать такие ткани. Мощные. Либо ее надо было на машинке сшить и сразу прислонить юбочку. Юбку просто уже пришить. Я думаю, было бы проще. Так, что это? Ох, я еще... Не затянула хорошо узелок. Так, ладно. Продолжение следует... Вот это уже лучший вариант. Мне больше нравится. Так, сейчас закрепочку сделаем. Пришиваем руки и идем отдыхать. Что тут такое у нас? И вот это все, вот что у нас тут виднеется, надо будет прям пройтись клеем. Что тут нитки висят. То есть, прям вот капнуть вот сюда на шовчик и вот так его прикрыть. У нас тогда его не будет видно. Так, теперь руки. Смотрим, чтобы одинаково было все. Вот такая мощь. Мощная, мощная крыса. Берем теперь ниточку с белой... Иголку, вернее, с белой ниткой. Начинаем пришивать руки. И начинаем шить. Пришивать, вернее. Иголочка у нас тут отметина, отметилась. Теперь мы сюда входим иголочкой. И рядом с отметиной. Выходим с другой стороны. Тоже рядышком. И в руку. И дальше все по плану. Назад идем. Выходим рядом. И стягиваем. Нет, сначала еще в руку заходим. Опять же. Опять же. Снова вот туда же. Так, раз. Вышли. Зашли и вышли. И теперь стягиваем. Так, стягиваем. Чтобы у нас нитки все ушли. Вот так у нас получится. Горбик такой. Теперь выходим вот сюда, поближе к юбочке. Вот сюда прям. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Где у нас будет приклеено все. Где ничего видно не будет. Делаем закрепочку. Можно еще разочек. Так, теперь отрезаем. И любуемся результатом. Да, вот у меня тут еще есть вот такая. Хотела просто бантик сюда приклеить. В принципе, можно бантик сделать. Вот такая получилась у нас крыса. С такими ремнями. Или как это еще называть. Можно тоже украсить чем-то. Так. И вот такой товарищ рядом с ней. Вот. Негр и блондин. Все, мои хорошие. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик. Нажимать, чтобы все новые видео к вам сразу приходили. А не когда-то там через полгода. Когда вы решите зайти на мой канал. Все, мои хорошие. Давайте. Пока-пока. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok